Сегодня мы с вами попытаемся говорить о христианских таинствах, как о тех дарах, которые получило человечество только и исключительно благодаря жертве Христовой. Никаких таинств, как вы знаете, до христианской эпохи не было. Были так называемые мистерии, языческие мистерии, которые, кажется, происходят от того же слова. Тоже в переводе означает тайну, таинство сокровенное, спрятанное и так далее. Однако разница между тем и другим очень существенная. И я полагаю, что для нас с вами очень важно рассмотреть, в чём заключается это различие. С одной стороны, и с другой – показать, что означают сами христианские таинства и в чём специфика, по крайней мере, некоторых основных из них. Но, во-первых, я бы хотел ответить на вопрос, который связан именно с соотношением или сравнением христианских таинств и языческих мистерий и магии и так далее. Я просто здесь не буду особенно долго задерживаться, поскольку вопрос этот не столь уж, как мне кажется, насущный. Но укажу на отдельные просто факты, высказывания, которые покажут, в чём тут дело и чем отличается одно от другого. Во-первых, я должен был сказать вам, что очень любопытный такой факт о том, что в основном о мистериях как таковых, о их содержании и их направленности мы имеем свидетельства достаточно поздние. Как ни удивительно. В основном мы их получаем от писателей третьего-четвёртого столетия нашей эры. О них говорят как наши христианские писатели, например, Тертулиан или Климент Александрийский, так и языческие писатели, там, Апулей, Фермик Катерн, Неоплатоник Порфирий и другие. Поэтому сообщения, как видите, носят поздний характер. Это уже третье-четвёртое столетие, то есть когда христианство уже достаточно широко распространилось по пределам Римской империи. И когда ясно, что значительная часть людей уже слышала о христианстве, слышала проповедь его, было знакомо хотя бы отчасти с тем, что христиане называют таинствами. И отсюда, сами понимаете, очень легко могли и чем-то просто воспользоваться. Основной, может быть, вопрос, который предшествует нашему рассмотрению таинств, может заключаться в том, чем тем не менее объяснить те некоторые сходства христианских таинств и языческих мистерий, которые наблюдаются. Ну, в частности, например, взгляд на воду как на очищение. Вы знаете, что в крещении христианского употребляется всегда вода. Мы это находим и в языческих различных ритуалах, когда вода рассматривалась как средство, даже в мистерии и в различных магических действиях, как средство очищения, не физического очищения, речь от немытья, конечно, а именно очищения сакрального. Ну, вот такие вот внешние вещи, они подчас вызывали у людей вопрос, а лучше сказать, мысль о том, что христианство не заимствовало у язычников сами и свои таинства. Во-первых, я вам сказал, что то, что мы знаем о мистериях, это достаточно позднее уже известие. То есть и относится к характеру и содержанию мистерий уже 3-4 века. И здесь, здесь заимствование обратного как раз порядка очень могли быть. То есть воздействие христианства на язвическую муницию. В то же время мы знаем совершенно определенно, что христианские таинства существуют с 1-го столетия, а не с 3-го и 4-го. То есть они, и причем как они существуют, то есть как они проводились и каково содержание учения, связанного с таинством, мы узнаем уже в 1-м столетии. То есть оказывается, христианские таинства, по крайней мере, на 2-3 столетия старше, чем те языческие мистерии, о которых сообщает нам историческая научная литература. Должно отметить и другое, что наиболее распространенным культом вот в первые века существования христианства это был культ Митры. И большей частью, и как правило даже, христианские таинства сближают именно с мистериями, связанными с культом Митры, митраистскими, то есть мистериями, и ритаистскими. Но вот по авторитетному утверждению очень видного, такой, имеющего огромную популярность на Западе историка Гарнак, такой был германский историк Гарнака, он утверждает, что в течение первых двух столетий митраизм был совершенно неизвестен во всей Передней Азии. Слушайте, это очень любопытные вещи. Культурным народам Европы он был неизвестен. Он писал так, вся область эллинизма была закрыта для культа Митры. Греция, Македония, Фракия, Вифиния, Осия, Малазийские провинции, Сирия, Палестина, Египет совершенно не знали культа Митры. Это очень, я вам скажу, серьезный, существенный факт. Не знали культа Митры. Поэтому попытки сопоставления христианских таинств с мистериями Митры здесь просто приобретают совершенно обратный характер. Вот. То есть, что не христиане заимствовали, не палестинские христиане заимствовали у митраистов, а напротив, митраисты заимствовали у христиан очень многие вещи. Об этом говорят и целый ряд других фактов. В частности, вот известный факт из истории, связанный с императором Юлианом Отступником, который, как вы знаете, пытался возродить язычество. Язычество падало. Ну, еще бы уже эпоха. Четвёртое столетие. Он видит, как разрушается все то, о чем он мечтал и чего он хотел. И вот он предпринял попытку воскресить язычество именно таким путем, чтобы противопоставить христианским основным таинствам крещение и евхаристии так называемые метраистские тавроболии. Это существеннейшая часть мистерии Митры, связанной с жертвоприношением вот этих вот быков. Но вы знаете и помните, чем закончилась эта его акция. Сам он погиб, и всё, что он замышлял, всё разрушилось. Блаженный Августин приводит очень любопытное высказывание одного фригийского жреца. Он говорит «Эт ипсе пилиатус христианус эст». То есть и сам митрохристианин. Это, конечно, возраст полный, но я бы сказал, что ли, как говорит профессор Страхов, в этом возрасте звучит последняя отчаянная надежда на соглашение с тогда уже почти господствовавшим христианством. Это то, что касается возможных таких внешних совпадений, кстати, очень несущественно. Но при этом надо обратить внимание на другое, действительно важное, что христианские таинства по существу отличались от тех мистерий, которые были известны древнему миру. Что из себя представляли мистерии по существу? Это были определенные ритуалы, совершение которых, ритуалы, само по себе должно было дать человеку, должны были эти ритуалы дать человеку определенные силы, мистические силы, и сделать его, если хотите, даже господином и владыкой тех духов, которые окружают человека. Почему, кстати, и называется, и до сих пор этот термин есть магия? Не только по характеру того, что делалось, но и по самой идее. Все магические действия рассчитаны на что? На то, что вслед за этими действиями человеку самому как таковому даются определенные силы, независимо от состояния человека. Речь идет не о степени его религиозности или нерелигиозности. Даже если хотите, очень часто, правда, не всегда, но часто, нравственное состояние человека даже не имело существенного значения. Главное было правильно совершить эти мистериальные культовые действия. В христианстве по существу другой взгляд. Христианство смотрит на таинство не как действия, которые сами по себе дают человеку какие-то силы или даже благодать. Нет, нет. Христианство рассматривает таинство как определенные действия Бога на человека посредством вот этих действий. Такое действие Бога на человека, которое прямо зависит от духовного состояния человека. Танец может быть бесплодным, если человек не имеет соответствующего духовного строения. Бесплодным. Более того, может быть даже вредным. Апостол Павел прямо пишет, что если кто пьет, ест или пьет недостойно, говоря о Евхаристии, о Евхаристии, говоря о причине, тот что делает? Суд себе ест или пьет. То есть, не только никаких сил, не только приобщение благодати, не только единение с Богом не получает человек, а напротив подлежит осуждению. Более того, апостол продолжает, оттого, по этой причине многие из вас болеют и умирают. Кстати, отцы Дьякона, имейте в виду, что надо читать «Умирают, а не спят довольны». А вот будет Великий Четверг, и опять прочтёте «Спят довольны». Ну, что это такое? Умирают. Так вот, это первое постание Коринфянам. Так вот, это очень серьёзный факт. Потом нужно вспомнить о другой стороне. Как сами христиане первых веков относились к языческим мистериям? Отношение было резко отрицательное. Резко отрицательное. О, если бы христиане заимствовали оттуда свои таинства, ясно было бы, какое отношение. А здесь резко, резко, резкое неприятие всех этих мистерий. Рассматривали эти мистерии как нечто мистически грязное. Даже один из наших апологетов, Климент Александрийский, само слово «мистерии» производит не от «мистерио», а от «мисос» греческое. «Мисос», то есть гнусность. Гнусность. Нечто гнусное. Ясно, что здесь, ну, будем говорить, этимологически, филологически тут некая натяжка, но совершенно понятно, импульс, откуда это идёт. Это характеризует отношение христиан к этим языческим явлениям. Вот эти вещи, я думаю, надо просто иметь в виду. И ещё один момент, который связан с этим, это относительно самого слова «тайны». Действительно, языческие мистерии были сопряжены с великой тайной. Туда допускались только люди особо посвящённые. Профаны туда не только допускались, они не могли даже знать, что там происходит. Резкое деление на посвящённых и профанных. Они не просто не могли участвовать, они не могли и знать. В христианстве же мы видим другое. Напротив, объясняется людям не только вера христианская, объясняется и то, что людям нужно креститься, объясняется, что это значит принять крещение. Затем уже объяснялось, что следует из-за этих, что значит причащение. То есть, наши таинства называются таинствами не потому, что они совершаются таинственно и закрыто всем. Напротив, пожалуйста, пожалуйста, смотрите, а называется таинствами по другой совсем причине. То есть, что здесь невидимо для нашего грубого взора, для этих глаз, для этих ушей и так далее, для наших органов чувств, невидимо действительно подаётся человеку, имеющему правильное духовное устроение, таинственно подаётся человеку. Дар Божий, благодать Божия, которая помогает ему в его жизни духовной и телесной. Так что, видите, само понимание даже тайны, оказывается, имеет совершенно разный смысл там и здесь. и вот теперь может быть надо бы сказать о том, как же христианство смотрит на конкретные, учит, вернее, о конкретных своих таинствах, что они значат. Ещё раз хочу вам сказать, что таинство это есть действительно дары Божии человеку. Но те дары, которые подаются не просто так, не в силу совершённого действия, как об этом, увы, стала учить католическая церковь в очень поздние времена, чего древняя церковь совершенно не знала. Когда была провозглашена странная формула ex opera operato, то есть таинство действительно и действенна в силу совершённого действия, то есть правильно совершённого действия. Нет, нет. Совсем нет. Святые отцы учат совершенно другого. Я могу зачитать, например, что говорит, например, например, Серафим Саровский. Бывает иногда так, здесь на земле приобщаются, а у Господа остаётся неприобщёнными. Или удивительные вещи произносит святой Кирилл Иерусалимский, когда говорит, если лицемеришь, то люди крестят тебя теперь, а дух не будет тебя крестить. Поразительные вещи. тебя крестят, а Кирилл Иерусалимский, святитель, говорит, что а дух тебя крестить не будет. Что же является условием для принятия действительно дара крещения? Оказывается, непростое погружение, непростое совершение внешних действий, а что-то ещё. Это ещё, вы сами знаете, что Господь сказал, кто веру имеет и крестится, спасен будет. Кто веру имеет. Вот эти его слова, они относятся ко всем таинствам, без исключения. Тот, кто не имеет веры, а что значит вера? Вера – это доверие. Как мы относимся к человеку? С верой. К какому-то человеку, к которому мы имеем действительно полное доверие, с верой, то есть мы принимаем, что он говорит. В данном случае предполагается под верой, разумеется, не только полное доверие, но предполагается ещё что? Соответственно, благоговение, мы же приступаем к самому Богу. Благоговение, которое обязательно сопряжено у человека с чувством покаяния, сокрушения, осознания, если хотите, своего даже недостоинства приступить к тому, кто именуется Богом. Вот, оказывается, какие условия требуются для принятия таинства, любого таинства церковного. Я в связи с этим хотел вам сказать о числе таинств. Это уже не наша с вами область. Ну, просто напомнить вам, что само число таинств в церкви никогда не определялось. И не было этого. То число семь, которое мы слышим, это есть очень позднейшее явление. Если хотите, таинств в церкви столько, сколько она считает нужным. И перечислить их невозможно. И по таинствам что, разумеется? По таинствам, разумеется, таинственное, таинственное неспослание человеку, определенного дара Божия, определенного в каждом таинстве конкретного дара Божия. Вот, что такое таинство, которое, это неспослание, всегда сопряжено с определенным церковным священным действием. Это священное действие совершается руками священника. Дар же Божий посылается Богом, Богом, который смотрит на сердце человеческое. Вы слышите? Бог совершает таинство. Точнее сказать, Христос, как очень хорошо говорится в евхаристических молитвах, ты еси приносяй и приносимый. То есть, ты совершаешь таинство, а не священник, как таковое. Священник совершает только священно-действие. При этом священно-действии человек может приобщиться определенному дару Божию, при наличии соответствующего духовного устроения. Сколько же таинств? Не знаю. Правда, есть те семь, которые выделены. Выделены. Особые семь, верно. Но если мы попытаемся посмотреть древность, то оказывается, оказывается, таинств, мы всегда находим гораздо больше таинств, гораздо больше, чем это предполагается вот нашим, ну, я не знаю, учебниками или что такое. Мы сами это прекрасно знаем. Разве монашество не таинство? Кто же это скажет? Если это не таинство, тогда знаете, я сегодня пострыгся, завтра женился, да? Кому это в голову придет? Разве великое освящение воды на крещение, разве это не таинство, когда вода десятилетиями стоит? Вы знаете, сколько исписано в атеистических журналах и литературе для объяснения этого факта? Вы-то вот не читали? Да, может быть, может, читали. Боже мой, серебряные кресты погружаются в бак, поэтому там вода, вода, знаете ли, может стоять десятилетиями, то есть атеистические авторы признают факт нетления воды в течение десятилетий, а пытаются объяснить такими абсурдами, что диву даешься. В реке освещают воду, так, и берут оттуда, да, действительно, там серебра очень много осталось, текущая вода. или на этот гигантский чан, да еще серебро, но серебро хорошо в каких-нибудь там, где епископ, там, я не знаю, в некоторых храмах, а во многих храмах медные кресты, то есть, то как раз точно наоборот, медь отравлять должна, или деревянные вообще кресты, ну, что вы, это же такая чепуха, он в Греции народность, я помню, был там, тогда вообще освещают море, и потом епископ бросает крест туда, в воду, и там человек 15-20 ребят, плюс, кто найдет этот крест, соревновали, тот герой этого года, да, пожалуйста, вода освещается, факт признают, факт, что действительно вода нетренна, в течение многих-многих лет, десятилетий, объяснение более, больше фантастизма, это я не знаю, где придумаешь, разве это не таинство, еще раз повторяю, таинство всегда там, где таинственно подается благодать Божия, и в церкви, церкви, нет пустых священных действий, иначе, это что было бы? Вот так, хорошо, что же, что же мы предполагаем, что совершается в таинстве крещения, начнем с этого главного таинства, то есть, можно сказать, первого таинства, таинства, вводящего в церковь, что здесь происходит? Это очень важно для нас с вами. Мы с вами говорили о страдании Христа, о человеческой его природе, о смысле жертвы Христовой, о его воскресении, плодами, плодами которого является вот эти, в частности, таинства Христова. Что же происходит в крещении? В отличие от всех этих мистерий языческих. Конечно же, начну с отрицания, конечно же, непрощение так называемого первородного греха. Помните, мы говорили, первородный грех – это не грех личный, а это повреждение природы человеческой. Поэтому, во-первых, нельзя говорить о прощении. В лучшем случае можно было бы говорить о чём? Об исцелении человеческой природы в таинстве крещения. О восстановлении её можно было бы говорить. Однако и здесь тоже мы это можем говорить не просто и не прямо так. Ибо, если бы имело место действительно полное исцеление человеческой природы, то человек становился по образу и подобию первоподобным равно первому Адаму. То есть, бессмертным, в первую очередь, безболезненно, которому уже не могла бы коснуться ничто и никакая из стихий этого мира. Этого, конечно, не происходит. Этого не происходит. Что же происходит тогда в таинстве крещения? Я попытаюсь вам вот сейчас сказать и процитировать мысли отцов. Но прежде ещё раз хочу обратиться к этому, вот этому утверждению, которое, увы, проникло в наши учебники и которое приводит нас к вещам, из которых мы выйти не можем, затруднить. Отец и мать крещены. Если первородный грех у них всё отсутствует, откуда у ребёнка тогда первородный грех? Неткуда. И давным-давно уже не надо крестить бы на Руси никого. Откуда у них может быть первородный грех? Для прощения личных грехов существует таинство покаяния. Для исцеления от первородного греха кажется таинство крещения. Правда же? Правда. Так если первородный грех исчезает, в таком случае откуда у детей? тем более надо учесть, что брак есть таинство. Церковь венчает людей, благословляет на брак. Может ли благословлять церковь на то, чтобы дети тех, у кого первородного греха нет, оказались заражёнными этим грехом? Одним словом, вот при таком, кстати, идущем с запада, вы слышите, эта идея идёт с запада, с католического, с запады, и мы никак этого не можем понять. И вот наши учебники это проникло, это просто беда какая-то. Значит, в крещении этого нет, происходит что-то другое в крещении. Не прощение первородного греха, не исцеление даже от него, что-то другое происходит. Что же происходит там? В беседе с Никодимом говорит Господь, если кто не родится водою и духом, не может войти в Царство Божие. Здесь впервые мы находим слова о таинстве крещения. И они сопряжены с чем? С какой мыслью? С рождением. С каким-то особым рождением, которого не мог понять Никодим, и которое, как видите, оказалось и дальше не всегда понятным всем. Апостол Иоанн Богослов пишет, всякий рождённый от Бога не делает греха, потому что семя его пребывает в нём. Я вам приведу сейчас целый ряд высказываний, которые, надеюсь, нам поможет увидеть святоотеческое учение, святоотеческое, не богословов, а святых отцов учению о Таинстве Крещения. Я сначала вам назову его и потом вам зачитаю соответствующие мысли. В Таинстве Крещения происходит всевание, будем говорить, или зарождение семени того нового человека, нового, то есть исцелённого человека, святого, чистого и совершенного, которое человечество получило благодаря жертве Христовой. Новый человек – это Христос Воскресший. И то духовное семя, которое получает человек в Таинстве Крещения, это есть его духовное семя, семя нового человека. Но что это? Семя. Куда всевается? Куда в нашего ветхого человека всевается это благодатное семя? В ветхого человека всевается семя нового человека, рождается новый человек. Происходит ли прощение грехов при этом? Конечно! Как и при любом Таинстве, принимаемого с верою, покаянием и благоговением. Как и при любом Таинстве. И в Крещении, конечно, происходит отпущение всех личных грехов. Но суть Таинства не в этом. Это в любом Таинстве происходит. Суть Таинства Крещения в рождении нового человека. Но какого человека рождения? Сыжите? В семечке ещё только, в зерне. В зерне. Это не яблоня. Это не яблоня, от которой можем вкушать уже плоды и быть живыми, а только семечка даётся, из которого есть надежда, что будет древо жизни, дающие плоды жизни. При каких условиях? Вот, оказывается, мы о чём ставим вопрос. Оказывается, даётся семя, которое нужно обработать, нужна соответствующая почва, нужно удобрение, поливание, уход, чтобы это семя нового человека стало древом жизни. Есть иная притча, иной образ, когда Господь говорит, что Царство Божие, этот новый человек, подобно закваске, закваске, которая положена в три меры руки, в три меры, слышите, три. Человек же образ Божий, как образ Божий, как Бог три ипостаси. И человек представляет из себя эти три меры муки, пока всё не вскисло. Вы слышите? Какие прекрасные образы! Как там семя, может быть, посеяно как? При дороге, на каменистой почве, в тернии, в добрую, может, почву, и, соответственно, или быть заглушено и уничтожено, или пронести плод, так и крещение, как семя нового человека, засевается в душу крещаемого, но, но, это семя может попасть и в тернии, и на камни, а может попасть и на добрую почву. И поэтому мы видим среди крещённых как людей святых и совершенных, так и отъявленных негодяев, которые превосходят язычников. всех видим. Ибо крещение само по себе не исцеляет человека от первородной, от греха первородного, от этой порчи. Нет, нет, а только даёт семя новой жизни. А от человека зависит, будет ли это семя прорастать и возрастёт ли оно или нет. Вот это очень важный момент. Для того, чтобы вы увидели, что эта мысль, эта идея не есть какие-то богословские, тем более, богословские догадки, а это есть учение святых отцов, я вам зачитаю несколько, как мне кажется, очень таких прекрасных высказываний, подтверждающих данную мысль. Преподобный Ефрем Сирин пишет, крещение есть только предначатие воскресения из ада. Обращаю ваше мнение, предначатие не исцеления уже, а только предначатие воскресения из ада. Святой Иоанн Затаус пишет, будем в таинствах обращать внимание не на внешность только, когда Христос говорит, сие есть тело моё, это нам пригодится ещё к Евхаристии, то убедимся, будем верить и смотреть на это духовными очами. Христос не передал нам ничего чувственного, вы слышите, интересно, но всё духовное, только в чувственных вещах, так и в крещении, через чувственную вещь, в воду сообщается дар, а духовное действие состоит в рождении, и обновлении. Особенно прямо говорят слова Семёна Нового Богослова по данным вопросам. Зачитываю его. Уверовавший в Сына Божия кается в прежних своих грехах и очищается от них в таинстве крещения. «Тогда Бог Слова входит в крещеного как в утробу преснодевы и пребывает в нём как семя». Ох, как! Прямо точно! «Тогда Бог Слова входит в крещеного как в утробу преснодевы и пребывает в нём как семя». Тихон Задонский святитель пишет «Вера живая есть дар Божий и есть ну ещё язык XVIII столетия и есть аки семя некое божественное которое на крещении всякому крещаемому всевается». Опять говорит это крещение как у семени. Оказывается это есть как семя некое божественное которое в крещении всякому крещаемому всевается. Правда интересно? Вот. Таким образом оказывается я ещё вам кое-что скажу ещё просто я хочу сейчас сказать что крещение это есть только семя нового человека это дар Божий который автоматически не исцеляет человека от первородной порчи не превращает его в Адама первозданного и Игнатий Воречинов пишет «В падшем естестве нашем не уничтожено святым крещением свойства рождать из себя смешанное зло с добром». Вы слышите? Он кое-что знал наверное всё-таки. не уничтожено святым крещением свойства рождать из себя смешанное зло с добром. В другом месте он пишет святой Исаак Сирин слово первое согласно с прочими отцами научает вращаю ваше внимание чему же научает что Христос насаждается в сердца наши таинством святого крещения как семя в землю. Опять это всю отцов прямо это семя проходит красной чертой как семя в землю. Дар этот сам собою совершенен но мы его или развиваем или заглушаем судя по тому какое проводим жительство. Вот оказывается дар дам дам а развивается он или заглушается зависит от нашей жизни. По этой причине дар сияет во всем изяществе своем только в тех которые возделали себя евангельскими заповедями и по мере этого возделания и указывает смотри если кто желает пожалуйста смотри преподобного Марка Подвижника слово о крещении к санфопулов из добротолюбия главы четвертую пятую и шестую это из его слова о человеке я вам цитирую богословские труды 29 номер замечательную мысль проводит святитель Феофан Говоров я вам зачитаю его но надо при этом иметь в мысли что всем умертви и греху через крещение ничего не бывает механически а все совершается с участием нравственно свободных решимостей самого человека вы видите как у нас все время есть мысль какая крестить бы крестить бы и все и забываем о важнейшей стороне которую подчеркивает святитель Феофан какая ничего не бывает механически вы слышите а все совершается с участием нравственно свободных решимостей самого человека и объявляет святитель Феофан дальше господь приступающего к нему с покаянием и верой приемлет прощает ему все прежние грехи и освящая таинствами снабжает силою препобеждать живущий в нем грех самого же греха не изгоняет вы слышите самого же греха не изгоняет возлагая на самого человека изгнать его с помощью даруемой ему для того благодати вы слышите какие сильные мысли автоматически Бог не изгоняет совершили действие и все в порядке и греха нет 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 безнравственно как выражается он свободных решимостей то есть без воли самого человека его напряжение духовного ничего не произойдет даже греха Бог сам не изгоняет а предоставляет человеку человеку изгонять его как чем как праведной жизнью и дарванием той благодати которая подается в крещение благодати подается крещение в каком качестве в качестве помощи человеку для изгнания благодати ведь нам все время что хочется чтобы такое сделать так чтобы без меня без меня я оказался спасенным Господи спаси меня а я буду сидеть с ножей в ручке вот что нам хочется крестить человека и все в порядке больше ничего не надо больше ничего не надо все в порядке уже я освобожден от всего все время мы стремимся к чему к магизму к магизму а святые отцы все время настаивают на чем на необходимости сознательного волевого добровольного участия человека настаивает на необходимости подвига для очищения человека ничего без человека не происходит Афанасий Великий произнес великую истину Бог спасает нас не без нас и ни одно таинство не может иметь нас действие без нас если то есть с нашей страны не будет соответствующего вот духовного устроения которое называется вера благоговение и покаяние нет этого ничто не будет Бог спасает нас не без нас и это прямо относится ко всем таинствам церкви нет магии в христианстве христианские таинства не магические действия это помощь Божия человеку помощь великий дар Божий который дается только тому кто способен принять этот дар кто способен принять этот дар сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит вот как оказывается поэтому задача не в том крестить бы там уже стол накрыт готов а верите во Христа а креститься умеете а отче на что знаете это называется принесли крестить младенца который ничего еще у него нет ни сознания ничего то есть расчет на что на какую-то магию разве вы не понимаете что разум младенца еще ваш разум и вера младенца это ваша вера вы вы за него свой разум свою веру и свою волю даете вот вы если у вас ничего нет значит у младенца ничего нет вы опошляете таинство профанируете его мечете бисер перед свиньями и во взрослые взрослые берут на себя миссию разума воли и свободы того младенца который еще этого ничего не имеет его слова Христова непререкаемый кто веру имеет посыжить и креститься у ребенка этого нет так что тогда делать понимаете откуда институт восприемника крестных они они мы выступаем за него вы вот в то степени в какой вы за него выступаете в той степени и приобщается человек благодати божией в той степени она и действует если вы ни в какого бога не верите соответственно ребенок и приобщается почему мы знаем в истории сколько случаев когда ян кронштадтский некоторым говорю уберите этих змеенышей и не причащал кого детей а есть вот это страшное это беда страшная когда превратили крещение как и прочее таинство в какое-то магическое действие лишь бы окрестить как будто как будто это без веры это что-то имеет имеет какое-то значение мы не можем забывать этих великих слов святителя Иерусалимского который сам сам совершал эти крещения которые оставил больше чем какой-либо святой отец нам слов о крещении и который еще раз повторяю вам пишет если лицемеришь то люди крестят тебя теперь люди это он сам сам крестит то люди крестят тебя теперь а дух не будет тебя крестить это нужно нам знать это нужно людям говорить чтобы не превращали святые таинства в языческие магические действа был такой автор кремлевский который написал работа первородный грех по учению блаженного августина он делает такой вывод значит он до блаженного августина просматривает всех святых отцов и прямо делает вообще у отцов и учителей церкви первых веков христианства мы не найдем мысли вы слышите мы не найдем мысли что детям при крещении прощается грех адамов нет такой мысли наверное стоило бы задуматься кстати о том что крещение это есть действительно семя всеваемое в человека семя вечной жизни да и которые которые может развиваться в человеке зависит от человека очень хорошо пишет и патриарх Сергий в своей работе православное учение о спасении у меня вот тут есть выдержка я вам прочту эти слова дальнейшая жизнь человека состоит в развитии того семени вечной жизни которая положена в крещении человек постепенно постепенно слышите очищается от греха постепенно совершенствуется и укрепляется в добре и восходит до возраста мужа совершенно видите как христианство смотрит на таинство и как вообще смотрит на духовную жизнь человека без человека ничего не может быть действительно не спасает Бог человека без человека в этом если хотите самые принципиальные отличия христианского учения таинства от языческого человек сыне дай мне сердце твое сыне где нет сердца души ничего не может быть и никакие таинства не способны по толкованию отдельных отцов знаете толкование в данном случае разные бывают но по толкованию некоторых отцов Иуда в Иуду вселился сатана как вы помните когда некоторые утверждают что после того как он причастился с этим куском вошел в него сатана вот оказывается таинство какое имеет действие это сильное лекарство сильное оно требует соответствующих условий в человеке врачи знают что некоторые лекарства можно принимать только при соблюдении очень строгих условий и оно может быть очень полезным нарушаете эти условия виновны сами жестоко пострадаете это относится к любому таинству церкви слышите к любому крещению покаянию евхаристии соборованию браку к любому таинству пустите таинство действует соответственно мере нашего духовного строения поэтому от нас зависит в какой мере мы подготовимся я говорю под подготовкой разумения вычитывания я еще не вычитал все правила стоит церкви бубнит идет литургия а тут бубнит задача вычитать вот беда подготовка наша состоит чтобы хоть немножко осознать себя кто я есть вспомнить о своих грехах раскаяться в них еще и еще раз пред богом и с великим благоговением приступить тогда это таинство будет действовать слышите как действует в зависимости от нашего духовного устроения причем это зависимость полная и прямая зависимость ибо бог не может насильно войти в душу человека слышите бог только говорит одно все стою помните апокалипсис слова вот я стою предверен сердце и стучу кто откроет мне к тому я войду и буду вечерять вечерять то есть ну торжествовать первая с ним стучит только бог никуда сильно не входит и никаким священно действием вы не заставите бога войти в ту душу который не способна принять бога не сыграть нет такого священно действия который может заставить бога войти в душу неподготовленную в этом глубочайший порог языческого воззрения на отношении человека с богом там только понимается так что можно главное правильно сделать все и тогда мы все получим и сам бог подчинится нам заставим бога средствами священно священно действие заставим бога до войти в человека нет этого быть не может вот связь с этим я не касающаясь другого другого то есть хочу сказать вам по теме которые приобретают сейчас все большую значимость великому сожалению об экзорцизме то есть об изгнании в изгнании духа сейчас это вот как это называется сейчас отчитывание да отчитывание это эта беда сейчас распространяется у нас все шире и шире тысячу лет не знала наша церковь этого русской церкви ни один священник никогда этим не занимался знали все знали что только святой человек может повелеть бесу выйти из человека святой и силою божией а не ритуалом не священно действие сей род изгоняется только молитвою и постом то есть правильной духовной жизнью который приводит приводит к искоренению страстей в самом человеке к победе над духами зла в себе самом только тот кто в себе победил может победить тогда его изгнать его из другого человека если же этого нет то происходит та беда которая произошла с сыновьями семью с сыновьями первосвященника которые изгоняли помните духом и которых ясноватый ответил он знаю павла и христа знаю а вы кто такие избил их разорвал на них одежды и они горяком дули по улице от него правильно опыт исторически свидетельствует что те кто занимаются вот этим вещами экзорцизмом как правило приходит очень печальные духовные устроения не может без подчиниться человеку который не победил его в себе в результате начинается обратное действие и эти люди могут повреждаться умом могут повреждаться душой но по крайней мере всегда всегда это сопряжено с самыми печальными и негативными последствиями для данного человека если человек свят и достиг он этого то ему не надо никаких чинов чин отчитывания ему не надо отчитывания он совершает это в силу и божию если не свят неужели ты думаешь заменить святость вычитыванием каких-то молитв и определенными действиями это невозможно святые отцы по этому поводу говорят очень решительно и я сейчас вам зачитаю что опять таки вы видели как учат именно отцы а не богословы из лапсаика зачитываю вам об авиапитерионе говорили он много беседовал с нами и с особенной силой рассуждал о развлечении духов говорят что некоторые бесы наблюдают за нашими страстями и часто обращают их козлу и так чада говорит он нам кто хочет изгонять бесов тот должен сперва поработить страсти ибо какую страсть кто победит такого беса и изгонит мало-помало должен вам поработить страсти чтобы изгнать демонов этих страстей в арсенофе великий например утверждает даже такое нехорошо с усилием молиться о том чтобы получить исцеление не зная что тебе полезно подумайте он же продолжает в арсенофе великий слышите кто противоречит дьяволу прилично не всем но только сильном о боге то есть святым которым повинуются бесы если же кто из не сильных будет противоречить бесы ругаются над ним что находясь в их власти он им же противоречит ой какие страшные слова так же и запрещать им бесам дело мужей великих имеющих над ними власть многие ли из святых запрещали дьяволу подобно михаилу архангелу который сделал это потому что имел власть нам же немощным остается только прибегать к имени иисусом ох какие слова как бы надо их знать всем и помнить это говорит не кто-нибудь не какой-нибудь там новоиспеченный младо старец в арсенофе великий говорит это иоанн пророк на просьбу помолиться о бесноватом говорил пусть он и сам постится и молится сколько может тогда и молящиеся за него будут услышаны его много может молитва праведного с поспешествуемым и господь сказал род сей не исходит только молитву и посту преподобный исаак сирин о прикословии дьяволу прямо пишет ибо ты выходишь учить тех кому уже шесть тысяч лет а это твое дерзкое прикословие вы представляете что он называет вот эти молитвы заклинательные называет дерзким прикословием служат для них оружием которым возмогут они поразить тебя несмотря на всю твою мудрость и на все твое благоразумие какие угрозы страшные какие страшные угрозы что слово 30 слова подвижнические а в арсенофе великого это вопрос 301 ион дамаскин вот что подчас бесы творят чудеса чтобы вознести в надменность человека который верит что обладает чудесным даром что подготовить его еще более чудесному падению замечать они делают вид что они горят и бегут из тел тех где они пребывали благодаря якобы святости людей про нечистоту которых они знают феофилак болгарский говорит освободившиеся от бесов еще хуже становится впоследствии если не исправится подумайте и знаете причине нам никаких заклинательных молитв не нужно они прочитаны над каждый из вас при святом крещении нужно предаться воле божией и признать себя достойным всякого человеческого и бесовского наведения а слышите что говорят вопреки тем которые во что бы то ни стало надо изгнать беса любыми заклинательными молитвами поминайте в молитвах ваших болящую такую-то которая предана судьбами божьими сатане да дух ее спасется в духовном отношении такое наказание божие отнюдь не служит худым свидетельством о человеке такому преданию сатане подвергались многие великие угодники божии слышите великие угодники божии гораздо маловажнее беснование нежели принятие какого-либо вражеского помысла могущего на веки погубить душу клинент римский в послании о девстве указывает на одно из сужений подвижников посещать одержимых злыми духами творить над ними молитвы постом и молитвою пусть заклинаю не словами красными отборными и изысканными правда как здорово интересно историческую справочку кратко владикийский собор ограничил деятельность экзорцистов не произведенным от епископов не должен заклинать ни в церквах ни в домах вот так а постановление апостольские запрещают вообще поставлять экзорцистов мотивируя это тем что славный подвиг заклинания есть дело добровольного благорасположения и благодати божией через христа наитием святого духа слышите благорасположение это божие потому что получивший дарование исцелений показывается через откровение от бога и благодать которая в нем явно бывает всем в пятом веке кстати экзорцисты уже не упоминаются вообще так пишет профессор успенский в своем труде византийской литургии богословских трудах сборник 21 меня просили об этом поговорить ну вот я сегодня решил вам сегодня кое-что зачитать из святых отцов чтобы были в курсе этой болезненной проблемы которые для нас всех сейчас очевидны ну хорошо у меня есть у нас